Причем в 1932 году, когда отменили сухой закон в 1925 году, надо было похоронить вообще память о сухом законе в России. И это поручили двум так называемым ученым по фамилии Гуревич и Залеский. И они написали целый труд о сухом законе вот 1425 года. И в этом труде он был явно направлен против сухого закона, сразу они выступали. И в этом труде они повторили те мифы алкогольной мафии, которые обычно мафия пытается вбить в головы людей. Ну первый миф. Уберете алкоголь, все перетравятся суррогатами. Но не будет продажи, люди начнут ваксу там сапожную есть, там еще чего. Ну понятно. Это известный довод. Это известный довод, да. Но они дают цифру. Тут же приводят цифру. В Петрограде после введения сухого закона смертность от суррогатов выросла в 8. В 8 раз восклицательный знак. Это только идиот может вообще рекомендовать сухой закон, раз после введения сухого закона смертность от суррогатов выросла в 8 раз. И дают ссылку на научную работу. Я не поленился. В Ленинской библиотеке достал эту научную работу. Мендельсон. Итоги принудительной трезвости. Дохожу, читаю. Не врут. Правду говорят с Бревича и Залески. В 13-м году, когда не было сухого закона в Петрограде, от водки умерло 392 человека. А от суррогатов умер 1. Ну какой смысл был суррогат, когда водка на всех углах? Когда ввели сухой закон, от водки умер 0 в 14-м году. От суррогатов 8. 8 раз выросла смертность от суррогатов. Но сравнивать-то надо же 392,8, а не 1,8. Это же для нормальных-то людей очевидно. Вот на таком вот уровне идет обман людей. Дальше. То есть грамотная подача информации? Грамотно. Дальше. О каком сухом законе может идти речь в России, если в 23-м году органы НКВД конфисковали 242 тысячи самогонных аппаратов? 242 тысячи, это восклицательные знаки, вообще о каком сухом законе 242 тысячи самогонных аппаратов? И дают ссылку на отчет НКВД, все как надо. Ищем этот закрытый отчет. Думаю, врут, сволочи? Нет, не врут. Все правильно. Написано, да. Но выяснилось, что все эти 242 тысячи самогонных аппаратов были конфискованы в течение недели. И второе, оказывается, был очередной неурожай в Поволжье. И чтобы ни грамма продуктов не ушло в самогон, советское правительство приняло постановление, по которому весь штраф за изъятый самогонный аппарат, это 500 рублей, корова стоила, шел сразу в карман сотруднику милиции, который этот штраф налагал. В течение недели милиционеры конфисковали все 242 тысячи самогонных аппаратов. Это один из инструментов достаточно действенных, который будет реально действовать и в современном мире. Конечно, он реально совершенно и в современном мире. Они конфисковали все, и все закончилось. Самогона нет. А теперь давайте посмотрим. Это ведь магия в круп больших чисел. Много это или мало? 242 тысячи самогонных аппаратов на 40 миллионов крестьянских хозяйств. На 200 хозяйств один аппарат. Не в каждой деревне был свой самогонщик. Понимаете, это же цифр. А что сейчас творится в деревнях? А что творится сейчас в этих ларьках творилось? Половина всего алкоголя, продаваемого в ларьках, это был самогон. Это был левый алкоголь, понимаете? Который только и может существовать, когда существует прикрытие официальное. Уберите официальную торговлю. Сразу все, и левый алкоголь уйдет на нуль. Потому что любой нетрезвый человек, нарушитель, где взял? А он за стакан мать продаст. Не то, что скажет, где там ему самогон этот продали. То есть вот на таком, такая вот ложь, понимаете, она идет. Она пытается внедриться. Вот ложь про американский сухой закон. Оказывается, в Америке сухого-то закона не было. Вот как раз в отличие от России, в Америке сухого закона не было. Четыре штата американских не приняли сухой закон. У них там штаты принимали. И эти четыре штата наладили массовое производство алкоголя. А границ-то между штатами охраняемых не было. Ну и они начали обогащаться. Естественно, мафия возникла. Это же наркотик. Вокруг любого наркотика сразу мафия возникает. Тем более, если это незаконный наркотик. И они начали, начали, начали. И когда уже стало ясно, что уже они, так сказать, обнаглели совсем в конец, ну, приняли решение отменить. Отменить этот сухой закон. И то это не народ отменял, а отменяла власть, которую они сумели купить, эти алкогольные монополии, чтобы снова это дело вернуть. Кстати, в Америке до сих пор два штата имеют сухой закон. В двух штатах до сих пор не отменен сухой закон. Вот один штат, это штат, где Мормоны, этот самый, ну, Солклейт-Сити, вот, где Камин-Пяда была, у них до сих пор там запрещена торговля алкоголем. То есть до сих пор штат имеет сухой закон.